Британский эсминец Данкан прибыл для защиты морских торговых перевозок в Армузский пролив, где ранее иранские военные задержали танкер Стена Импера, шедший под флагом Соединенного Королевства. Министерство обороны Великобритании заявило, что усилия Лондона направлены на дипломатическое решение конфликтной ситуации. Но пока эта цель не будет достигнута, корабли королевских ВМС будут продолжать эскортировать торговые суда. Между тем, министр иностранных деломана Юсеф бен Аллауи, прибывший с визитом в Иран, заявил, что султанат Исламская республика координирует действия для организации безопасного судоходства по Армузскому проливу. Недавнее заявление Вашингтона о создании коалиции для обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива вызвало недовольство в Тегеране. «В Великобритании и США хотят привезти европейский военный флот в Персидский залив. Мы считаем такие действия провокационными в сложившейся ситуации. Это враждебный сигнал, это вызвает напряженность», – заявил представитель иранского правительства Али Рабиэй. На фоне обострения ирано-американских и ирано-британских отношений в Вене проходит встреча по урегулированию кризиса вокруг соглашения по ядерной программе Тегерана. В отеле «Палац Кобург» собрались делегации Ирана, России, Китая, Британии, Франции и Германии.